Друзья мои, я прочитаю вторую половину стихов, которые я приготовил на сегодня, которые всегда написаны в июнях разных годов. И где-то какие-то комментарии будут. Первая называется «Романс». Всюду клин, ядовитые зубы, специфический сеятель в рост. Незнакомка со станом упругим, занимает излюбленный пост. Вот дорога, до осы, до осы, под копытами сивки бурьян, бабий след подбирается к возу, а возница, как принято, пьян, раскидали, а время иное собирать горделиво велит, как акцены подпрыгнули втрое, и бесплатно лишь тройка позвенит. Незнакомка эта, которая вот в стихе Блокер, наверное, помните, да? Телячья нежность. Теленок загинул на кориде, и транспортер застыл несвежей дугой. А солнце что? Оно стоит, извините, извините. Природе вопреки не хочет на покой. О, как бы я мечтал о сумерках касаниях, до темноты в глазах бубенчика в душе, то жертвуя собой в отчаянном заклане, то дух, переведя в шатре на рубеже, и пастырь, и стада задуманы природой. Их можно разделить, но разлучить нельзя. Купание в нежности, купание в несвободе. И мережь, прежде чем в поход пустить ферзя. Сейчас будет употреблен эдишистский термин «мамилошин», ну, родной язык. По Пасхе пятьдесят ночей, языки нисходят с неба, важнее, чем изобилие хлеба, торжественнее, чем свет свечей. Да прежде ночи, нынче свет глагола, что как мамилошин, которым всяк рукоположен во царствие, во дни побед и поражений. Все в одном, один язык, как непритворство, как солнце в небе золотом, как крест, что выберешь по росту. Скрип дерево, как двери скрип, в могильный склеп бессонной ночи. Когда судьбы лихой изгиб, наотмашь бьет и ставит прочерк, как выпад в цель из угла, в свечу не цели сжигетуя. О, Боже мой, какая мгла, коль проживаешь ночь в пустую, скрипит и стонет волокно, предупреждая неизбежность, и в растворенное окно ночь изливает боль и нежность. Что-то типа инцеста, как с кузиной горячей, только пресное тесто, вдруг вкуснее подачек от перов иноземных и рутинных щедрот, Как на празднике верных услаждается рот, услаждается тело и тем самым душа. А минутное дело – целовать чуть спеша. Значит, это стихотворение под названием «Июнь» посвящено моей старшей дочери Лизе, которая приходила ко мне, это был 2012 год, Июнь, я был в реанимации с Клиффи, но вот спасся, и она вышла замуж, и она, получив кольцо, прибежала ко мне, и ее упустили ко мне в реанимацию. Июнь. И запрос, но есть вторая половина дня, кипение неба в белизной постели. Я умирал в такие дни недели, что дочь выходит замуж без меня. Я так или иначе обниму ее, и мир успокой сладко. На лучше выживым и без остатка Господня лето на себя приму. Простите, очень старый стих одиннадцатого года, но употреблено слово «маска». Ну, так получилось. Трусы, носки и маска. Телефон. Другая маска сделать морду строже. Когда мы миру отдаем поклон, старуха смерти становится моложе. Резвей на ложе страсти бьет крылом и крутит задом день меняясь ночью. И столкновение масок. Днем с огнем не различить очи и очам. Воочию. Все дело в масках. ИНН трусы, кривые зеркала пред миражами. А между тем стираются часы. Хотя мы как могли, им возражали. Хоть в попыхах обнять, вложить персты. Хоть под зонтом, застящим дождь и солнцем. Когда уже столетия на ты. И ты сияешь, будто в жилых стронцы. Лучится летом ласк твоим теплом. Завод силен, или это бесконечно. И кажется, во всех и вся влюблен. Вся ко мне ты видит Бог. Беспечно. У нас нет будущего потому, что прошлое отсутствует. Все лажа. Южанин был кисослан в Астану. И путь на юг мне преградила стража. И наше будущее где-то там живет себе в печали и кручине. Карьерный рост его не по годам. Оно уже сейчас в приличном чине. Но тайный страх владеет им. Уже его фантазии не станут прошлым. И варева страстей створожна. А настоящая сбродила в хмель. И последнее стихотворение написано в июне 2001 года. Когда мы начали... Ну, всего мы 20 лет летом. Ну, я-то немножко, когда я работал. А так вот вся моя семья была в Эстонии. Там было два места, где мы жили. Касму. Это на берегу моря. И городок, куда мы ездили в магазин. В Ису. Это рядом. И вот это 17 июня 2001 года. Кажется, над магазином цветочным Радуха вспыхнет в июньскую сушу. Только смешали мясное с молочным И отменили бессмертие душ. Встречный лихач включит для дальней фары. Летопись высветит путь тормозной. В вальсе слились неженатые пары, Что не одобрил бы граф Лев Толстой. Штиль над заливом, сама провокация. Мысленно вдаль устремился рыбак. А у рыбачки хмельная акассия, Роза в зубах, имеж пальцев табак. Каждому зеркалу да по Алисе. Бисером бы до сюжета канву. Но у Алису так-то манятся мысли, Что превратилась повидло в халву. Кажется, все это тянется вечно. Можно сказать, по жизни транзит. Только вот-вот остановка конечная, Крикнет кондуктор, влазь паразит. Это был Максим Жорницкий. Максим Жорницкий. Добро пожаловать. Продолжение следует...